МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семенатор Самарской области Вячеслав Федорищев, исполняющий обязанности главы города Иван Носков, депутат Госдумы Александр Хинштейн, а также депутат областной и городской дум и общественники. На площади Куйбышева в Самаре прошел традиционный парад памяти. Он посвящен легендарному военному параду 41-го года в Куйбышеве, запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. В этом году он прошел уже в 14-й раз. В параде приняли участие более 7,5 тысяч человек. Сегодня в связи с проведением парада памяти и других патриотических мероприятий временно ограничено движение транспорта, в том числе общественного. Следующие автобусы будут ехать по измененным направлениям. Номер 24 проследует по улицам Галактионовской, Ульяновской, Самарской, Льва Толстого и далее по маршруту в обоих направлениях. Номер 34 и 226 направится по улицам Красноармейской, Самарской, Льва Толстого, Фронза и далее по маршруту в обоих направлениях. Номер 3 будет следовать по улице Льва Толстого в направлении остановки Речная, номер 80 направится по улицам Красноармейской, Самарской, Льва-Толстовой и далее по улице Куйбышева. В октябре в Самаре стоимость квадратного метра в новостройках достигла 116 тысяч рублей. Это на 2,7% больше, чем в сентябре, сообщил сервис по поиску квартир. Средняя стоимость жилья в строящемся доме составляет 6,2 миллиона рублей, а средняя площадь 53 квадратных метра. Помимо этого, средняя цена квадратного метра в новостройках в крупнейших городах России составила 171 тысячу рублей, а объем предложений сократился на 4%. В октябре городами с самой высокой медианной ценой на недвижимость традиционно стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург. Полузащитника Крыльев Советов Игоря Дмитриева вызвали в молодежную сборную России U21. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского клуба. В ноябре футболист будет готовиться к играм вместе с командой в Бразилии. 14 ноября состоится матч со сборной Флюминенса U21, 16 ноября с Батафога U23, а 18 ноября с основным составом Сан-Креставана. Подготовка пройдет и в Новогорске с 9 по 11 ноября, после чего команда отправится в Рио-де-Жанейро. В соседнем от Самарской области регионе в Татарстане обнаружили вирус Коксаки. Симптомы разнообразные от отсутствия каких-либо признаков до лихорадки, головных и мышечных болей, тошноты, боли в животе и в горле. Пациенты с подозрением на заражение этим вирусом также есть в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Владимирской, Брянской, Калужской и Ижевской области. Роспотребнадзор напоминает о необходимости мыть руки после посещения общественных мест, пить только бутилированную воду, мыть фрукты и овощи. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться за медицинской помощью. Консультацию также можно получить по бесплатному номеру 8 800 555 49 43. Участников СВО освободят от уплаты исполнительского сбора. Соответствующий законопроект приняли в Госдуме в первом чтении. Теперь на законодательном уровне установили моратории на судебное рассмотрение дела о взыскании долгов с участников спецопераций. Однако ранее эта мера не распространялась на исполнительский сбор, который возникает при несвоевременном погашении задолженности. Его размер составляет 7% от суммы долга или стоимости взыскиваемого имущества. Изменения в законодательстве устранят этот пробел.